Девушки отдыхают Для того, чтобы не повторять моих ошибок и выйти красавчиком из подобной ситуации, есть один очень и очень клевый способ. Раздел «Куда угодно» в приложении Aviasales. Это просто крутейший вариант для каждого, кто не знает, куда поехать, но знает, какую сумму примерно он готов потратить на билеты. Например, открываем приложение Aviasales. Например, мы летим из Питера, 7 дней, бюджет 400 долларов. Самое удобное в этой штуке то, что можно выставить страну, в которую не требуется виза. Или можно купить визу по прилету. Так, проставили и все. И глаза забегали от вариантов. Пожалуйста, Баку, Тель-Авив, отличный вариант, кстати. Белград, Бодрум, Черногорию, кстати, можно сплетать. И, конечно же, в Дубае, где я, кстати, сейчас и нахожусь. Круто, да? Ссылка на мобильное приложение с этой гениальной фичей в описании под видео. Не благодарите. Перед тем, как начать, я хотел бы сказать, что это была одна из самых напряженных моих съемок. Во-первых, потому что в Дубае нельзя снимать без разрешения. За этим следит специальная служба людей в штатском. Второй и самый больной момент. Сюда нельзя просто так завести дрон. Нужно специальное разрешение, страховка и, самое главное, лицензия пилота, которую нужно получать в Дубае. Поэтому и это самое обидное. Я прилетел без дрона. Ну, закон не закон. Ладно, погнали с заставкой. Да, есть хорошая новость. У меня в Дубае есть друзья, у которых есть и дрон, и лицензия пилота. Так что, что-то мы вам все-таки покажем. Ну что, let's go, ушки. Мы покажем вам Дубай во всей красе. Расскажем, что нового интересного открылось в этом городе за последние пару лет. Ну и, конечно, будет несколько эксклюзивчиков. Короче, довольно анонсов. Давайте смотреть большой выпуск из Дубая. За последние пару десятков лет Дубай увеличился в размерах и объемах в несколько раз. Он растет ввысь, как бамбуковая роща. И делает это настолько быстро, что топографы просто не успевают добавлять новые места на карты. Дубай сейчас похож на одну сплошную стройку, которая не прекращается ни днем, ни ночью. Ребята работают как черти. Каждый пятый подъемный кран в мире, по статистике, находится здесь, в Дубае. Так что, если вдруг вы крановщик, кажется, я только что нашел вам работу. Ощущение, что местные власти просто не знают слова «невозможно». Например, вот, Дубайский канал. Полтора года назад этого канала в помине не было. Здесь стояли какие-то здания, были развязки. Но все это очень быстренько снесли. Прокопали каналчик, пустили по нему паромы. И теперь это, кроме того, что красиво, это еще один способ передвижения по городу. Сейчас все это выглядит вот так. Чуть позже мы посмотрим, как все это смотрится ночью. Поверьте, это стоит увидеть. За последние 20 лет здесь построили 1344 небоскреба. Это, конечно, меньше, чем в Гонконге. И меньше, чем в Нью-Йорке. Но дайте дубайцам время. Недвижимость в Дубае стабильно растет в цене. Квартиры здесь уже прикупили себе Мадонна, Роджер Федерер, семья Бекхэм и Михаэль Шумахер. Его виллу я покажу позже. Да, Брэд и Анжелина тоже владеют здесь недвижимостью. Хотя квартиры в этом городе удовольствие не из дешевых. Цена за трехкомнатные апартаменты стартует от полумиллиона долларов. Дубай сейчас суперсовременный, технологичный и дорогой город. Но так было не всегда. Это главная улица Дубая. Так она выглядела 27 лет назад. А вот так она выглядит сейчас. Причину, по которой Дубай из этого превратился в это, мы с вами очень хорошо знаем. Это нефть. В 60-х годах прошлого столетия здесь нашли нефтяные месторождения. Они, кстати, были не очень большими по сравнению с соседским Абудаби. Но в страну пришли западные инвесторы, которые начали строить здесь нефтяные скважины. И жители небольшого портового города с населением в 20 тысяч человек, которые готовили еду на огне, жили по большей части в шатрах, пересели с верблюдов на автомобили. Началось развитие и строительство Дубая. Все это произошло во многом благодаря этому человеку – шейху Заеду. Конечно, без нефти вряд ли бы мы видели Дубай таким, каким мы видим его сейчас. Но заслуга здешнего правительства не только в освоении западных бюджетов. А сейчас я предлагаю вам поиграть в одну очень простую игру. Вам необходимо будет угадать цифру, которая изображена на этой карточке. Вопрос будет очень простым. Как вы думаете, какое количество процентов в экономике Дубая занимает добыча нефти? Подумайте. Уверен, что 99% из вас никогда не дадут правильного ответа. Потому что добыча нефти в экономике Дубая занимает всего лишь 5%. И это количество с каждым годом все уменьшается и уменьшается. Через 5-10 лет она будет занимать меньше 1%. А вот туризм – целых 20%. В это действительно непросто поверить, но сейчас туризм и авиация приносят Дубаю в разы больше, чем добыча нефти. В этом смысле Дубай очень похож на юношу, который унаследовал неплохое состояние. Но не промотал его, а очень удачно инвестировал. Сейчас этот город является одним из богатейших и наиболее динамично развивающихся городов на планете, который стремится быть первым во всем. Снимать фильмы о Дубае в принципе можно каждые несколько месяцев. Именно столько требуется муниципалитету, чтобы построить и открыть несколько масштабных объектов. И с помпой заявить об этом на весь мир. Здесь вообще очень любят все с приставкой «Самый». Начинайте загибать пальцы. Здесь находится самый протяженный полностью автоматизированный метрополитен в мире. То есть он работает без машинистов. Длина сети метрополитена около 75 километров. В 2018 году в Дубае открылась самая высокая гостиница в мире. Гевора Хотел высотой 356 метров. Предыдущий рекорд высоты также принадлежал дубайскому отелю JV Marriott Dubai. Здесь находится самое высокое исключительно жилое здание. Вот. Здесь оно еще на моменте строительства. Предыдущий рекордсмен находится рядом. Это Принцесс Тауэр. В Дубае самый большой молл в мире. Его площадь более миллиона квадратных метров. И он умещает в себя 1200 магазинов. И, как вы уже, возможно, догадались, это не только Бершка и Коллинз. Тут же находится аквариум с самым большим акриловым стеклом в мире шириной 33 метра. Несмотря на то, что Дубай находится в эпицентре климатического мангала, температура летом здесь подскакивает до плюс 50, Здесь находится самый большой в мире цветочный парк, где высажено, просто вдумайтесь, 45 миллионов цветов. Последняя картинка как нельзя кстати, потому что дубайская авиакомпания Emirates 4 года подряд признавалась лучшей авиакомпанией на планете. В ее распоряжении самый большой в мире парк самых больших в мире пассажирских самолетов аэробус А380. На их борту все настолько лакшери, что там есть даже душ. А аэропорт Дубай, где базируется Emirates, является третьим по загруженности в мире и одним из центральных хавов на Ближнем Востоке. Идем дальше. В Дубае находится самый большой искусственный остров. На него мы чуть позже попадем. И, наконец, самое высокое здание в мире на текущий момент, вот этот вот шпиль вдалеке, тоже находится в Дубае. И мы тоже там побываем. Естественно, это далеко не все. Дубай продолжает инвестировать огромные деньги в строительство новых и новых объектов. Переворачиваем страничку и сейчас список того, что на момент декабря 2018 года строится в Дубае. Здесь строят самое высокое колесо обозрения в мире, высотой 210 метров. Оно уже на завершающем этапе. Музей будущего. Вот это здание в форме полумесяца, которое планируют открыть в 2019 году. Его стоимость около 200 миллионов долларов. И, наконец, это уже смешно, но здесь строят еще одно самое высокое архитектурное сооружение в мире. Крик Тауэр. Это башня с рестораном и смотровой площадкой наверху. После сооружения она будет более чем на 100 метров выше Бурж-Халифы. Его обещают построить всего лишь за три года. И знаете, я почему-то им верю. Кроме зданий рекордсменов, Дубай привлекает многих своим немыслимым напускным богатством и искрящейся роскошью. В метро, например, здесь есть отдельные вагоны для владельцев золотых карт. Здесь вообще безумно любят золото. Одна из самых известных местных достопримечательностей – это золотой рынок. Здесь очень много дорогих украшений, часов Rolex. Конкретно вот эта моделька стоит 30 тысяч долларов. И вот. Это самое большое золотое кольцо в мире. Здесь 58 килограмм золота. Вот, видите, даже табличка с подтверждением рекорда есть. Еще один призной богатства и то, что все очень любят в Дубае – это, конечно же, машины. Сейчас, конечно, в это сложно поверить, но в 68 году в Дубае было всего лишь 13 зарегистрированных машин. Сейчас ситуация немного поменялась. В Дубае с населением 2,5 миллиона человек – более 150 тысяч зарегистрированных автомобилей. И важно сказать, какие это автомобили. По количеству производных элитного автопрома Дубай может конкурировать с любым городом планеты. Суперкары покупают здесь очень часто, так что количество брендовых автосалонов бьет все мыслимые и немыслимые границы. Заказывать и ждать ничего не нужно. Приехал в магаз и взял себе Феррари, Порш или даже Бугатти и Хонду на сдачу. Если вы думаете, что машины водят только мужчины, то это не так. Тут есть и розовые джипчики, и BMW, и даже хаммеры для Барби. Но самое прекрасное не это, а то, что в Дубае блатные номера стоят дороже, чем самые дорогие автомобили. Чем меньше цифр в номере, тем больше денег придется выложить. Номера этого Bentley Bentayga стоят ориентировочно несколько миллионов долларов. Номер 003 в Абу-Даби недавно продали за 7,5 миллионов дирхам – это 2 миллиона долларов. А самые дорогие номера, о которых я слышал, там была одна цифра – продали за 45 миллионов дирхам. Это больше 12 миллионов долларов. Теперь об отелях. Отели здесь настроили на любой вкус, цвет, но не кошелек. Потому что дубайские отели считаются вторыми по дороговизне в мире, после Женевских. Самая известная гостиница и один из символов Дубая – это Бурж а-ля Раб. Так, ну я сейчас ненадолго прерву этот фестиваль хвостовства, потому что для того, чтобы показать вам эту гостиницу, мне необходим дрон. А он есть у моих друзей, которые живут в Дубае – Леша и Лены. Так как здесь очень-очень-очень сложно где-либо летать, Алексей мне бесплатно предоставил свой вариант Гастелло. Это дубайский Гастелло, сразу видно, видите, здесь наклеечки. И мы сейчас попробуем взлететь и показать вам, что такое Бурж а-ля Раб. Итак, взлетаем, и вот, собственно, он – Бурж а-ля Раб, более известный как Парус. Это единственный в мире 7-звездочный отель. Ну, так, во всяком случае, называют его владельцы. С воздуха он кажется не очень большим, но высота здания – 321 метр. Тут самый высокий атриумный вестибюль в мире, а на интерьер гостиницы потратили 1800 квадратных метров 24-каратного сусального золота. Этого достаточно, чтобы покрыть 46 тысяч монолиз. Сзади вы видите террасу с бассейнами. Это прикольное место, непостояльцам туда можно попасть за отдельную плату. А вот, чтобы снять номер в гостинице, вам придется отдать минимум 1000 долларов за ночь. Еще один эксклюзивный отель – это гостиница Армани. Она находится в Бурж-Халифе. Спроектирована она лично Джорджу Армани. Их вообще всего две в мире. Одна в Дубае, вторая в Милане. И, наконец, Атлантис. Пятизвездочный отель на искусственном острове Зе Палм, на открытии которого пиротехники использовали в 7 раз больше, чем на открытии Олимпийских игр в Пекине. На его территорию непостояльцам попасть довольно сложно, охрана на чеку. Но поверьте, там все по высшему разряду. Вообще на Пальме находятся более 30 отелей, резиденции, своя марина и, конечно же, виллы, которых здесь более 4,5 тысяч штук. С высоты все это выглядит очень впечатляюще. Но если спуститься, то видно, что застройка довольно плотная и места между домами практически нет. Девелопер, который строил остров, впоследствии увеличил количество домов, чтобы компенсировать возросшие расходы. Что не очень обрадовало некоторых владельцев вилл. Теперь по поводу искусственных островов. Это Пальма Джумейра, мы ее только что посмотрели. Она практически полностью заселена. Есть еще один пальмовый остров, Пальма Джебель-Али, она до сих пор строится. Но вот самый интересный проект среди искусственных островов, по моему мнению, это архипелаг The World. Это 240 островов в форме карты мира. Каждый из них называется именем страны, штата или города. Здесь есть и Австралия, и Украина, и Казахстан и так далее. Есть Ростов и Екатеринбург. Их и остров Сибирь уже купили российские застройщики. Для того, чтобы посмотреть на архипелаг вблизи, я поехал в отель Булгари. Здесь также есть яхт-клуб и своя собственная марина. Как водится об уровне заведения, лучше всего расскажет автопром, который здесь красиво выставлен. Я должен сейчас поехать на Острова, The World. Здесь есть частная яхта, которая курсирует и показывает всю эту историю. Но фишка в том, что все настолько серьезно. Нас должна останавливать местная дубайская охрана. Я паспорт с собой обычно не беру из цели безопасности. И всегда у меня есть вот такой вот ID. Это международные права, которые всегда во всех странах работают как ID. Никогда, со 68 стран, которые я посетил, никогда у меня не было с ним проблем. Угадайте, что? В Дубае только паспорт. Местный менеджмент пытается что-то решить с береговой охраной, чтобы меня пропустили без паспорта, потому что меня никто не предупредил. Но ничего не получается. Да. Ну, в общем, получилось все только на следующий день, когда я уже взял с собой паспорт. Это Абдурахман. Он представляет компанию The Heart of Europe. Им принадлежат несколько островов The World. Мы взяли все островы Абдурахманы. Абдурахманы? Абдурахманы. Абдурахманы. Да, да. Германия, Суэзия, Суизия, Санкт-Петербург. Мы имеем в Санкт-Петербург, Венесск, и в основном острове Европы. Санкт-Петербург тоже? Да, да. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Самое удивительное, это видеть просто посредине океана строительные краны, которые сюда привезли. Меня сфотографировали камеру, и мы на первой плавающей вилле. Вот эта штука выдерживает семерых, и при необходимости она убирается, превращается в такой себе натуральный бассейн. Для меня у нас не было все бассейны, это Yakuza, 5,6,7 человек. В общем, с помощью карты удалось выяснить, что рядом Австрия, и Германия. Но давайте вернемся к плавучей вилле. Слушайте, ну это просто бомбео. Это прям ты лежишь с подругой, и просто втыкаешь на это. И тут хороший вопрос, кто на кого втыкает. Ты на рыбы? На рыб? Или рыбы на тебя? Представляете, приехал какой-то наш чувак, и говорит, я хочу здесь карпа, и щуку, и леща. Мы слишком снимали подобный отель на Занзибаре, но здесь сделано гораздо более современно, гораздо более фэнси, и, ну как бы, откровенно покруче. Боже, но искусственный коралл, это прям вообще... То есть они специально сажают эти кораллы для того, чтобы рыбы плавали в определенных частях этого дома, ну то есть перед стеклом. И рыб можно выбрать, но это вообще просто... Это пиела для продаж? Да, это для продаж. Не для продажа, но после продажа, мы начнем ее подressive для других людей, для клиентов. Например, если вы вы купите эту пиела, мы возьмем ее от вас, и будем продевать ее. А, так как инвестиция? Да, это просто инвестиция. Ну и сколько? Мы говорим через 16 миллионов дирхам. 16 миллионов дирхам? и вот как бы ощущение, да, что я где-то стою где-то там в джунглях, ну не Амазонии, но где-нибудь там на Маврикии и так далее все это абсолютно настоящее, то есть это настоящие пальмы, все это здесь выросло но конечно оно, но реально там 10 лет назад этого острова не было то есть все это привезли, посадили и это, ну это реальные джунгли и сейчас я вам их покажу Sweden Bellas, this is Sweden Island, as I mentioned before It's a huge house, we're talking about 25 thousand square feet, 5 floors, 7 bedrooms, we have a private beach, private pool It's a private beach here It's a private beach? Yeah, it's a private beach, and also if the customer wants to make it private, with more privacy, we can extend the trees until the beach is inside, so we have his own private beach В общем, ребята, фраза «дорогая я купил Швецию» может стать не просто метафорой, а пылью, абсолютно спокойно, можно еще и в принципе какую-нибудь Боснию Герцоговину на сдачу взять Итак, на вилле 5 этажей, дофига спален, детские, есть лифт, конечно же, вся мягкая мебель от Bentley, дорогая посуда, ванны сделаны на заказ, джакузи, спортзал, есть сауна, мы же все-таки в Швеции И еще одна весьма впечатляющая штука Здесь также есть большой холл для тусовок Солнцезащитными панелями И терраса на крыше Отсюда видны застраивающиеся поблизости острова Вот этот, например, остров, это остров Михаэля Шумахера И просто потрясный вид на Дубай Фишечка всего этого боголебия, то, что ты живешь как бы на острове То есть у тебя обычная островная жизнь Чирикуют птички, пальмочки Но при всем при этом ты находишься в 15 минутах до Дубая, где кипит ночная жизнь, где куча всяких там модных хипстерских плейсов, ресторанов, ночных клубов И так далее И это как будто у тебя, ты живешь на Бали, но как бы до Нью-Йорка ты можешь перепортироваться чем быстро И это реально прикольно Ну, мне остается добавить, что такая большая вилла стоит от 75 до 90 миллионов дирхам То есть в районе 20 миллионов долларов Да, не дешево, но мы же все-таки в Дубае В общем, после увиденного нужно было срочно охладить свой приступалочности И я спустился, то есть поднялся в метро Пока я жду метрошечку, решил с вами поговорить о такой важной штуке, как навигация по городу где-то за границей Во время моего трипа на Фареры многие из вас пристыдили меня, что я, во-первых, пользуюсь интернетом в роуминге А во-вторых, онлайн-картами Я сделал выводы И вот на этой поездке пользуюсь исключительно офлайн-картами Maps.me И должен вам сказать, что, наверное, на нынешний момент это самые удобные офлайн-карты, которые только существуют Здесь приятный интерфейс, здесь удобная навигация Здесь есть даже офлайн-карта метро, что вообще капец как удобно И самое главное, теперь в Maps.me появился каталог маршрутов по самым разным городам мира И это очень клевая функция, потому что теперь можно не искать достопримечательности где-то там в сети на стороне А потом вручную их убивать Можно просто скачать готовый маршрут И все точки появляются у тебя в приложении автоматически Все точки уже проставлены, в каждой точке есть описание И что самое главное, все это работает без интернета Теперь хорошие новости Все новые локации, которые я нашел во время поездки в Дубай Все достопримечательности, которые вы видели и еще увидите в этом выпуске Они уже есть в моем личном маршруте в каталоге маршрутов Maps.me И вы можете его скачать Как и два... А, как и два других маршрута Один по Исландии, второй по Риму И угадайте что? Вы тоже можете их скачать Но для начала нужно скачать приложение Maps.me Ссылка на которое есть в описании под этим видео Пользуйтесь на здоровье Перед тем, как покорить эту башню Давайте я вам немного про нее расскажу Этот небоскреб видно практически с любой точки Дубая В хорошую погоду его можно увидеть даже с расстояния в 95 километров Высота Бурж-Халифы 828 метров Оно такое высокое, что Эйфелева башня, по сравнению с ним, кажется пятиэтажной хрущевкой В Бурж-Халифе находится самый высокий лифт в мире Поднимающийся на 140 этажей с умопомрачительной скоростью 10 метров в секунду Это даже немного быстрее, чем скорость свободного падения Вообще это настоящее инженерное чудо Вот только представьте, каким должно быть давление в трубах, чтобы вода поднималась отсюда и попадала, ну например, в туалет смотровой площадки на 500 метровой высоте За время съемок в Орле и Решке я был, наверное, на десятке смотровых площадок на разных небоскребах в разных частях нашей планеты После всего, что я увидел, могу вам искренне сказать Я лично считаю, что смотровая площадка на небоскребе – это просто перевод денег Пожалуй, единственное исключение во всем этом списке – это смотровая площадка на Рокфеллер-центре Вот там она открытая, и там как бы прикольно, есть на что посмотреть Во всех остальных смотровых площадках ты просто видишь стекло, отражение и какую-то часть города Не прикольно Но так как здание за мной – самое высокое здание в мире и смотровая площадка на Бурж-Халифе – самая высокая смотровая площадка в мире То я должен на нее попасть Как минимум для того, чтобы вы этого не делали Я взял себе самый дорогой билет на 148 этаж за 148 долларов И стоит он так дорого только потому, что ты можешь сам выбрать время, в которое ты хочешь приходить Есть более дешевые билеты, но они, по-моему, после 8, когда уже ночью ничего не видно Самое лучшее время на Бурж-Халифе – это, конечно же, Sunset И я попробую сегодня его поймать в объектив камеры За эти деньги ты получаешь доступ в Sky Lounge со всякими плюшками И самое главное – возможность не ждать и честно зайти в лифт без очереди Не пользуясь проверенной фразой, мне только спросить Ребята, если бы во всех домах стояли такие лифты, я думаю, мы бы сэкономили с вами несколько недель жизни Ну что ж, вот так выглядит смотровая площадка на высоте 555 метров в самом высоком здании в мире На самом деле главная фишка всей этой смотровой площадки – то, что все-таки здесь есть доступ в воздух И есть вот такие вот пилы, куда можно засунуть камеру и просто посмотреть не через стекло, а своими глазами И это огромный плюс Ну и еще плюс то, что вот Очень круто, на самом деле, стоять на самом высоком здании в мире Но очень жаль, что самым высоким оно будет уже недолго Да, в Саудовской Аравии уже строят новую башню, высота которой будет больше одного километра И Бурж-Халифа скоро утратит свой титул Понимая все это, я пытался наслаждаться видом изо всех сил Субтитры сделал DimaTorzok Солнце зашло и можно поговорить о ночном Дубая, потому что это прям отдельное агрегатное состояние города И Дубай в этом смысле весьма хорош Ну, во-первых, здесь все очень кошерно с иллюминацией Вот так подсвечивается мост на канале, который я уже показывал в начале выпуска Вечером здесь тоже ходят прогулочные катера, которым под этим самым мостом нужно как-то проходить Посмотрите, как красиво и технологично инженеры выкрутились из этой ситуации В Дубае проходит много вечеринок под открытым небом Но самая главная движуха, конечно же, происходит у центрального вечернего шоу Шоу дубайских фонтанов Это масштабно, зрелищно и самое главное, абсолютно бесплатно Шоу, конечно же, лучше смотреть вживую, поэтому я предлагаю вам не тратить время зря и посмотреть ускоренную версию Не многие знают, но в Дубае есть еще одно шоу фонтанов И здесь главная фишка в проекции на воду Послушайте, на Дубае у меня все больше и больше диссонансов вызывает, особенно вот это место сетевок С одной стороны, это какой-то супер хипстер-плейс, здесь вот разве что крафтовой пивоварни не хватает Но все такое модное, фитилай в панели А с другой стороны, здесь вотчина всех этих религиозных парочек, которые ходят черно-белые, вот эти иньянь Ну, в общем, очень странные чувства, но место супер крутое, прям очень клевое И самое классное, что это все под открытым небом А дальше произошло то, что в принципе можно назвать шоу фонтаном номер три Вода разверзлась, запылали светодиоды, пошел дым, потекли струи И через две минуты все закончилось Самое интересное, я просто проходил мимо, мы просто шли И Леша говорит, там по-моему 8 часов какое-то шоу должно быть здесь И мы такие, без двух минут Дубай такой Дубай Просто город шоу Но не только город шоу, но и город вид А вид ночного Дубая, это в принципе штука, ради которой уже можно приехать сюда На город лучше всего смотреть сверху Поэтому я решил поспрашивать у местных, где лучше всего записать ночной таймлапс Бытует мнение, что самый лучший вид на ночной Дубай открывается с террасы вот этого отеля Сейчас проверим Вот так выглядит терраса, а вот ночной вид из нее Слушайте, ну я думаю, что это, наверное, одна из лучших террас в Дубае по нескольких причинам Во-первых, самое главное, она открытая Я уже был на нескольких рухтопах и все они за стеклом, но это не так прикольно А здесь можно подышать воздухом и посмотреть на реальный вид, не через стекло Это первое А второе, здесь в принципе адекватные цены Можно даже поужинать, выпить какой-то бокальчик просека И насладиться душевнейшим видом на ночной Дубай Наверняка некоторых из вас интересует вопрос А забыл ли я камеру здесь, как это уже было в Дании и в Исландии? Ну, на этот вопрос лучше всего ответит Алексей Антоха в лучших традициях забывает камеры, а где ставит их на таймлапс И вспоминает через полтора часа А она продолжает снимать Но зато теперь у меня есть полтора часа ночного таймлапса Дубая Ну, мало ли что Перед тем, как мы поговорим о туристической стороне Дубая Пару ложек дегтя Во-первых, в Дубае довольно много запретов За ручку нельзя ходить? Да, целоваться Мы прямо в Европе отрываемся, если честно Это и поцелуй на публике, и алкоголь И видеосъемка А иногда вообще использование фотоаппарата За пять дней меня три раза останавливала полиция И просила убрать камеру Причем пару раз дело было просто на пляже И я не снимал людей, просто море снимал Это в первую очередь связано с цензурой Которая здесь присутствует Камерой сюда лучше не соваться Все лучше снимать на мобильный телефон И только что официальный орган мне подтвердил Что цензура в Арабских Эмиратах все-таки существует Но вообще истории, когда замалчивается что-то Есть такая штука? Абсолютно Да? Абсолютно Прямо вот будешь стараться найти какую-то новость Свежую, сегодняшнюю, плохую, ненадёшь Как думаешь, почему это делается? А потому что правительство позиционирует этот город Как город безопасный, город счастья И поэтому... Но он же безопасный Он безопасный, безусловно Но аварии случаются Пожары случаются Инциденты случаются И дабы не запугивать людей О том, что здесь может что-то с тобой случиться Об этом все умалчивается Лёш, куда мы едем? Мы едем на новый пол-резорт Ему буквально два года Мы построили просто на песке И площадь, площадь, которую озеленили Просто удивляет Идеальные газоны В такой жаре Я не знаю, как они это смогли сделать Но это прям интересно посмотреть Очень маленькое отступление Дубай считается одним из самых жарких городов мира Летом находиться на улице очень сложно Именно поэтому здесь даже автобусные остановки Оборудованы кондиционерами Если что-то здесь растет Значит оно должно поливаться Теперь посмотрите на это Это частный комплекс для игры в поло Построенный просто посреди песков Он принадлежит одной из самых богатых семей в Дубае Семье Хаптур Их состояние оценивается примерно 44 миллиарда долларов Они построили здесь не одно А целых три пола для... Поля для пола Вот Ну что ж, давайте посмотрим на все это поближе Лошадки Большое табло Скорая Фотографы Дорогие машины И, конечно, дорогие гости Наконец-то я попал на мероприятие Где футболки пола Ральф Лорен Они актуальны То есть ты понимаешь, почему люди их носят Вообще пола это дорогой вид спорта Его неофициальное название The Sport of Kings Спорт королей Тут все очень серьезно Есть даже комментаторская вышка С комментатором, выписанным из Англии Здесь много всяких нюансов Кожаные, значит, сапожки Белые красивые брюки Скакунные, это же специальные лошади А что здесь? Это отель Отель, который построен специально на этой территории Чтобы гости могли приехать, расположиться и наблюдать с балкона А, просто с балкона? Да, просто с балкончик у тебя лакшери и пола Чтобы вы понимали, уровень с командой по всему миру ездит даже собственный кальянщик Потому что когда кальян забивает свой, он не горчит Да, лошадей здесь можно менять, поэтому чем больше у тебя лошадей, тем больше шансов на победу Что касается игры, то игра, безусловно, очень красивая и весьма динамичная Если вам интересно, то наши победили Но вообще самая главная победа, по моему мнению, за вот этим газоном, который растет просто посреди пустыни Я знаю, что самое популярное развлечение здесь Это сафари на джипах по барханам, по дюнам и так далее Но это как-то слишком попсово Поэтому мне просто хотелось показать и посмотреть вообще самому территорию На которой был построен Дубай И мы поехали в пустыню Мы как бы посреди пустыни Здесь не должно быть никаких водоемов, воды вообще в токих количествах, тем более Но она есть Сейчас середина декабря Место открыли я неделю назад У меня была идея фикс побывать в песках Я не был никогда в пустыне, в настоящем, такой песочной И это, конечно, это очень круто Сейчас солнышко зайдет Все окрасится красным И это будет феноменально Спасибо за субтитры Алексею Дубай Ну что ж, пришло время показать, чем с туристической стороны хорош Дубай И что интересного здесь открылось за последний год-два Во-первых, здесь открылся Дубай Фрейм Вот эта здоровенная рамка, которая позиционируется как самая большая рамка на земле Что логично, мы же все-таки до сих пор Дубай Она действительно громадная, 150 метров в высоту Наверх можно подняться за отдельную плату В середине октября 2018 года здесь также появился новый пляж Ламер Который уже облюбовали некоторые туристы Пляж получился очень современным Местами похож не то на Майами, не то на Лос-Анджелес Здесь будет аквапарк, магазины, реестики В общем, все необходимое для комфортного пляжинга Еще один новый район Дубая – это Аль-Сеф Самая главная фишка этого района То, что лично у меня ощущение, что я нахожусь где-то в Лондоне Потому что очень похожи небоскребы напротив Но это абсолютно какой-то европейский стиль вообще всего Давайте на чистоту Дубай, конечно, очень конкретно копирует многие мировые архитектурные фишки Вот тебе, пожалуйста, Биг Бен почти один в один Новая гостиница, которая только строится с кораблем на крыше Удивительно похожа на Марина Бэйсэн в Сингапуре Но это во многом из-за космополитизма города А еще потому, что собственной архитектурной истории у дубайцев практически нет Но если ее нет, то ее однозначно можно построить Что дубайцы с успехом и делают В районе Аль-Сеф Здесь построен аутентичный портовый городишко Из которого, в принципе, и вырос когда-то Дубай Слушайте, ну я хочу вам сказать, что люди здесь очень конкретно заморочились То есть, когда даже табличка с указанием молитвенного места Она затерта под старину Нет ощущения вообще, что это как бы все дизайнерская история Есть чувство, что это как будто настоящий старый арабский город Короче, получилось убедительно, верю Ну и наконец, фешенебельный район Дубай-Марина Здесь одна из самых крутых яхт-пристани в мире Которую вскоре обещают сделать и самой большой И очередная грядка для небоскребов, которых здесь уже больше 200 штук Марина это как будто отдельный город Словно здесь не работают законы остального Дубая Девушки носят довольно короткие платья, как для Дубая Все на спокойном и на спортивном В общем, хорошо здесь, правда Ну если честно, Дубай-Марина, она как бы вообще не Дубай То есть, вот чувство, что ты находишься где-то в Майами Или где-то на Гавайях Абсолютно американский комфорт Совершеннейшая размеренность Никто никуда не торопится И все самое интересное Ну, количество местного населения Оно как бы везде небольшое Но здесь его, может быть, они есть Но они одеваются так И ведут себя так, как будто это американцы или европейцы Чего не скажешь о русскоязычном населении Марины Ко мне подошли столько раз, что я почувствовал себя Ну, как будто где-нибудь в Хургаде День добрый Здравствуйте 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 Донсан Тушкин, можно с вами сфотографировать? А с вами можно сфотографировать? Ой, да Не судите себя в петли Поздравляю Но давайте вернемся к Марине Потому что здесь есть несколько интересных развлечений Во-первых, здесь есть 500-метровый зиплайн На котором можно спуститься с высоты 170 метров Выглядит все это примерно вот так Еще прямо над Мариной можно прыгнуть с парашютом Тандемный прыжок здесь стоит от 460 долларов И если вы думаете, что желающих мало, то вот У этих ребят прямо на районе есть даже своя взлетно-посадочная полоса Чтобы быстрее обслуживать весь поток желающих Ну что, у меня через 10 часов самолет Сейчас последний санцет Я зашел на террасу, которая находится рядом с моим отелем Она теперь стала моей любимой Это одно из немногих мест, где продается пиво Ну как бы только на самом деле в ресторанах и барах можно купить какой-то алкоголь И я готов с вами поделиться всеми своими мыслями По поводу моего 5-дневного визита в Дубай Первая вещь касается того Почему сюда люди приезжают И то, ради чего сюда стоит приезжать Ну, во-первых, здесь тепло Здесь есть море Здесь есть куча плюшек с приставкой «Самый» И здесь безопасно, по-настоящему безопасно Одно из самых безопасных мест в мире сейчас И, может быть, кому-то для кого-то это важно Ну и момент, если вы вдруг селебрите Здесь действительно приватно достаточно Тот факт, что мне постоянно запрещали снимать Только это подтверждает Теперь, что касается самого Дубая Когда я выложил фотографию в свой инстаграм О том, что я сюда приезжаю и нахожусь в Дубая Многие люди написали, что да, прикольно, мы были здесь Но это город без души И, конечно, в нем нету каких-то исторических кварталов Каких-то там старых уютных улочек Потому что этому городу всего, ну сколько там, ну 30, может быть, 40 лет Суть в том, что свою историю он переживает сейчас Сейчас происходит история Дубая, о которой он будут писать учебники Сейчас этот город входит уже в, не знаю, наверное, в десятку самых могущественных Самых интересных, самых богатых городов мира Столько, сколько всего здесь строится Ну, честно, это уму непостижимо Но мне кажется, что самое интересное, что сейчас происходит Происходит не столько с городом, сколько с самими дубайцами С самими жителями Эмиратов, потому что они 40 лет назад были рыбаками и ловцами жемчуга И вот на них все это свалилось, вся эта, все это золотое корыто И сейчас они переживают очень интересные времена Они все пересели на Мерсы Они чувствуют себя здесь вельможами При том, что их здесь всего 15% Но самое интересное, что мне кажется, что они все менее-менее похожи на типичных представителей арабского мира Мне кажется, что в ближайшие несколько лет их ждет очень серьезная ассимиляция Дети вот этих шейхов, они уже сейчас между собой дома говорят на английском, не на арабском И весь этот город, вообще весь Дубай, он очень космополитичен С рамки все очень сильно смываются И да, конечно, они до сих пор носят свои традиционные одежды До сих пор соблюдают Рамадан Но мне кажется, что чем дальше, тем сильнее они будут хотеть быть похожими на европейцев Собственно, это то, что сейчас происходит с Дубаем Очень сложно назвать его таким арабским городом Это собирательный образ разных городов всего мира Мне очень интересно заглянуть в будущее Дубая Но что прикольно, это будущее наступает не через 10 лет, не через 5 Оно наступает каждый год И самая главная фишка этого города в том, что можно приезжать сюда каждый год И каждый год здесь, я уверен, будет строиться столько всего нового, что сюда можно ездить и ездить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok